На прямую телефонную линию начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Вадима Лагуновского в среднем поступает около десятка звонков. Чаще всего речь в обращениях граждан идет о возможности проведения той или иной экспертизы либо исследования. Однако, порой звонящий выражает недовольство результатом уже проведенной специалистами работы. И хотя большинство из таких критических звонков не имеют серьезных оснований, по каждому отдельному случаю проводится тщательная проверка. Мы получаем обратную информацию о том, что интересует наших людей, в каких направлениях экспертных исследований у них возникают вопросы, требующие разрешения для того, чтобы мы могли принять какие-то управленческие решения в части развития тех или иных экспертных исследований, либо каких-то узких направлений в экспертных исследованиях. Есть определенные граждане звонят с определенными проблемами и вопросами с их точки зрения в некачественном проведении исследований. Но мы по каждому из этих фактов, конечно, разбираемся, проводим рецензирование этих заключений, которые звучат, даем соответствующий ответ, компетентный ответ гражданам. Комитет судебных экспертиз – структура молодая. Она была создана чуть более полутора лет назад. Однако период адаптации, по словам Вадима Олеговича, уже позади. Задача настоящего времени – модернизация методов и способов исследований, постоянный профессиональный рост сотрудников, а также информирование населения об экспертно-исследовательских возможностях комитета. Наш государственный комитет судебных экспертиз – это самый молодой государственный орган, по большому счету, в Республике Беларусь, который на данный момент существует, чуть больше, чем полтора года мы работаем. Поэтому в том числе и мы, общаясь и проводя такие приемы, мягко говоря, рекламируем себя и для того, чтобы и граждане знали правовое сознание, правовой уровень граждан поднимался таким образом, знали, что есть такой государственный орган, чем он занимается, какие у него функции и задачи. Кроме прямых телефонных линий, начальник областного управления и его заместители регулярно проводят и личные приемы граждан. Притом попасть на них можно не только в областном центре. К примеру, совсем скоро ответы на интересующие вопросы смогут получить жители городов Пинск и Ивацевичи, а также близлежащих районов. Начальник управления Вадим Лагуновский выездной прием в городе над Пиной проведет уже в конце января.